Трудные места Писания с библейским порталом Экзегет. Псалтирь 81.1. Пришел вопрос от нашего зрителя по этому месту. Я цитирую синодальный перевод. Начинается 81-й Псалом. «Бог встал в сонны богов». Среди богов произнес суд. Опа, многобожие. И наш зритель спрашивает, о каких богах идет здесь речь? Вы знаете, непросто ответить на этот вопрос. Нет, я могу ответить просто. Очень часто бывает так, что есть два варианта. Простой всех устраивающий ответ, который не очень честен. Ну, или сложная разбирательность. Давайте я дам простой, который не очень честен. Ну, богами здесь называются, в кавычках, конечно, богами, какие-то могущественные люди, которые много о себе думают, с богами себя равняют. Какие-то там судьи, правители, богачи, знать. Слишком уж они влиятельны в этом мире. Ну, можно же было так и написать. А в оригинале буквально боги, причем они дальше там встречаются. Логим, Алим. Более того, в шестом стихе того же псалма «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но все вы умрете, как человеки и пойдете, как всякие из князей». То есть здесь как будто действительно к людям, к князьям, богачам, знать обращается псалмопевец, но однако говорит им «вы боги». Ничего себе. Такое прям язычество. Язычество, язычество. Посмотрим новые переводы. Например, российское библейское общество. «Стал на божьем совете Господь». А, вот как они вышли из этого положения. То есть как бы божий совет – это совет самого Господа. Там ангелы, наверное. «И богам» – произнес приговор. Все-таки богам. «Хотя я сказал вам, вы боги и все вы дети Вышнего, но вы умрете смертью людей, как земной владыка падете». Непонятно. Давайте посмотрим. Ну, синодальный я могу прочитать целиком хотя бы этот псалом, иначе вне контекста какие-то слова отдельные разбирать бесполезно. Итак, «Бог стал сонный богов». «Среди богов» произнес суд. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из рук нечестивых». Так это судьи. Значит, боги – это судьи. Но не знают, не разумеют. Во тьме ходят, все основания земли колеблются. От неправедного суда, конечно, много бывает неприятностей, но чтобы землетрясения, как-то это слишком. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Вот то, что нас смущало. «Но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякие из князей». И в конце «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». То есть, все народы твои, все народы – это твое наследственное такое владение. Понятно, что наследие здесь говорить можно только в переносном смысле. Итак, что же это такое? Звучит как призыв к социальной справедливости и правосудию, чего мы очень много, видимо, в псалтире и в Библии в целом. Но почему все-таки боги? Просто потому, что эти судьи, правители, князья слишком себе высокий какой-то составили такой образ, и они себя богами мыслят. Но почему тогда я сказал «Вы боги»? Или, смотрите, а может быть, это действительно некая полемика с язычеством. Вот сегодня у нас как-то язычества мало осталось на свете. Нет, много, конечно, но так в прикрытом виде всевозможные какие-то языческие обряды, мотивы, пережитки, но вот так, что прямо вышел из дома, а перед тобой храм разного рода божеств, и ты там жертвы бы приносил. Ну, согласитесь, не встречается. А в древнем мире это было сплошь и рядом. Здесь один храм, тут другой, тут третий. И возникает вопрос, а почему, собственно, Господь? Вот у нас куча разных богов. Ваал, он там дает победу на войне, урожай, он божество грома, а Старта, богиня любви, тоже всяких много удовольствий. И вообще божеств много, надо иметь хорошее отношение со всеми, тогда у тебя все будет работать на войне, и в любви, и в сельском хозяйстве, и в ремесле, и так далее. А вот этот Господь, он зачем, спрашивает, такой язычник, который не обязательно даже вот там какой-нибудь Ханани или там Филистимлинин, да и израильтянин, который приносит жертву тем же Ваалам и Астартам. И псалмопевец ему отвечает, вот эти ваши боги, они что? Они кто? Они дают право, справедливость, милосердие. Или они по отраслевым ведомствам. Принес ему барану в жертву, он тебе любовницу красивую. Принес второго барана, значит, с войны вернулся живым, да еще и с богатой добычей, и все. А бедная сирота, как у них баранов, нет. А вот когда все плохо, к кому ты пойдешь? Кого ты попросишь? И получается, что Господь, единый наш Бог, он в каком-то смысле судит этих богов. Нет, не потому что они существуют, хотя на каком-то уровне сознания для человека все это существует. Социологи говорят, то, что не существует, имеет такие же последствия, как то, что существует, если люди верят в его существование. И вот смотрите, если люди верят в существование этих богов, то они реально для этих людей, их жизнь определяются этими богами. И вот Господь, он не просто наш Бог, он одновременно судья всех этих прочих богов, он показывает, насколько вот их религия, религия поклонения им бессмысленно, жестоко, не нужно. Судят их. Основание земли уже колеблется. То есть вот этот мир, который раздирается всевозможными социальными, национальными, религиозными противоречиями, он нуждается в какой-то опоре. Эта опора, она может быть найдена в вере в единого Бога. А зачем же нам тогда говорить, я сказал, вы боги и сыны Всевышнего Всева? Вот если брать такое толкование, что боги в данном случае, да, это языческие боги, какими их видят их последователи? Псалмопевец подтверждает, что они боги. И тут же, ну, вы умрете, как человеки. Да, умрут. Много сегодня народу поклоняется Астарте, Ваалу, Зевсу, Юпитеру, какие там Исиды, Осирис, много было языческих божеств, которым миллионы поклонялись. Которым строили великолепные храмы. Храмы стоят, туристы ходят, да. Афина, Парфенон, ее храм на Акрополе Афинском, да. Афина, город, в честь нее назван, до сих пор такое название носит. А много в Афинах людей Афин не жертву приносит? Не знаю, мне кажется, ни одного нет. Я в Афинах был, не замечал там жертвенников или храмов. Парфенон стоит, ну, как архитектурный памятник истории, культуры и так далее, архитектуры. Вот они умирают. Как человеки падают, как всякие из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешься народы. Ну, сейчас нам кажется, да, все народы знают о одином боге, христианство, плюс ислам, плюс иудаизм, плюс некоторые еще экзотические культы, которые тоже в каком-то смысле единобожны. Но это большинство человечества, подавляющее большинство. Да, и даже сторонники политеистических религий, вроде индуизма, тоже часто говорят. Ну, и мы, в принципе, монотеисты, просто мы это иначе описываем. У нас как бы все боги, суть одно божество и так далее. А в те времена, вот Господь Яхвы, как его, видимо, называли, хотя точно мы не знаем, как это звучало, но это бог израильтян, у всех свои боги. Вот у них свой какой-то, у них тоже своя религия. Ну, пусть на здоровье, но чтобы все народы, может быть, это звучит как пророчество. Нет, ну, если вы хотите это прочитывать как предупреждение судьям, князьям и прочим, да, согласен полностью, пока это экстремизмом не признали, можно говорить, вот так они себя ведут, как будто они боги. Мы для них люди, расходные материалы, они живут, как хотят. Но если бы они при этом давали суд и справедливость, если бы они при этом были милосердны к своим подданным, да и ладно бы с ними. Вот пусть они бы это все имели, так ведь нет же, живут для собственного удовольствия. Но я боюсь, что это толкование будет кем-то воспринято как слишком, знаете, такое опасное, неблагонадежное. А так ли велика разница? В чем разница между язычеством и верой в единого Бога? Теологических разночтений, конечно, много. А вот простой человек, вот как объяснить простому человеку, то, что надо верить в единого Бога, то, что на самом деле всю дорогу происходило, да? Он говорит, а стартовал полезные божества, у них храмы великолепные. И остается только одно сказать. Да, но у них нет ни правосудия, ни милосердия, ни справедливости. А наш Господь от нас этого требует, поэтому если тебе это важно, тогда Он твое решение, Он твой выбор. В общем, этот псалом, как и многие другие места, там можно толковать по-разному. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.